Время Говорить В Рязанской области могут появиться два новых музея. Министру культуры России Владимиру Мединскому рассказали о планах по строительству. Академии ФСИН России 80 лет. На всю неделю распланированы праздничные мероприятия. В здании открылся музей. Ну а теперь обо всем по порядку. 4 ноября страна отмечала День народного единства. Шествия, митинги и гуляния проходили практически во всех городах России. Праздник, и это уже похоже знает большинство граждан, отмечается в память о важном событии в российской истории. Когда в 1612 году народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Эта победа положила конец смутному времени и послужила началом восстановления российского государства. Наиболее масштабное шествие состоялось в Москве. Здесь поучаствовать в акции «Мы едины» на центральной улице столицы вышло около 75 тысяч человек. А завершился День народного единства концертом на театральном проезде, где выступили известные актеры, певцы и музыканты. В Рязани, конечно, такого многочисленного шествия, как в Москве, не получилось. Хотя горожане восприняли День народного единства положительно. Основным местом празднования стала Площадь Победы. 4 ноября на площади Победы рязанцы отпраздновали День народного единства. 3000 человек самых разных возрастов и профессий радовались выходным, солнечной погоде и, собственно, празднику. Мы рады, что, во-первых, сегодня погода замечательная, что масса людей собралась сегодня, все рады, довольны, что это показывает единство и на самом деле сплоченность общества. Что даже несмотря на то, что сегодня выходной день, люди нашли время и возможность, и желание прийти сюда и в Рязанство единства нашему народу. Всему рады. И жизни рады. И что весело, и что здесь много народу. Поздравили рязанцев с Днем народного единства представители областного правительства, городской администрации и Рязанской епархии. И сегодня мы празднуем этот праздник в Рязани, действительно новый праздник. Сюда пришла явленная икона Божьей Матери, которая будет находиться всегда в Казанской обители. И сегодня мы молились там и просили Царицу Небесную, чтобы она укрепила нас, покрыла честным мамофором землю нашу рязанскую, землю нашу русскую. Перед Россией всегда стоит задача объединения. Она слишком большая. В ней проживают очень многие люди, многих национальностей. И мне кажется, вот такое единство, этот дух единения, гордостью в свою страну, он должен присутствовать у каждого россиянина. Праздничная программа была весьма разнообразной и интересной. Занятия по душе нашли как взрослые, так и самые маленькие горожане. Танцы на сцене и на площадке у МКЦ не прекращались до вечера. И несмотря на то, что День народного единства в России отмечается всего в десятый раз, своими корнями этот праздник уходит глубоко в историю. И призывает он нас, современное поколение, к тому, чтобы мы жили дружно и не опускали руки перед лицом опасности. Ведь, как говорится об известном всем очень правильном лозунге, пока мы едины, мы непобедимы. Кстати, если вернуться к московскому шествию, то в День народного единства представители всех парламентских политических партий практически впервые оказались в одном строю шествующих колонн. И далее представители партии выступали поочередно на одной сцене. В общем, День народного единства, похоже, действительно становится объединяющим праздником. Чего уже нельзя сказать о празднике, который долгое время был красным днем календаря. 7 ноября день октябрьского переворота, впоследствии ставшим днем Великой Октябрьской революции. Но сейчас к монументу Владимиру Ленину на митинг приходят лишь самые стойкие коммунисты. И вновь представители Рязанской партии КПРФ вышли на митинг, посвященный 97-й годовщине Великой Октябрьской революции. Начали с шествия от Победы и до памятника Ленину. Пятница – самый разгар последнего рабочего дня. Центр города перекрыт на два часа. По мнению коммунистов, такой праздник отлагательств не терпит. Такова традиция. Ну а рабочий класс, как известно, может и подождать. А теперь о другом. Визитом этой недели стал приезд в Рязань министра культуры России Владимира Мединского. Также он является председателем Российского военно-исторического общества. Помимо этого, Мединский является автором ряда популярных книг по истории, рекламной деятельности, связям с общественностью. Наиболее известна серия книг министра культуры России на историческую тематику под названием «Мифы о России». В 2011 году Мединский защитил докторскую диссертацию по теме «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». В этой своей научной работе Мединский критически отнесся к запискам иностранных путешественников и обозначил их как недостоверный источник информации. Ведь, по его мнению, все описания средневековой Москвы были написаны с чувством враждебности к России. Вот такой вот разносторонний министр культуры. Вполне возможно, в Рязани потому и обсуждались темы, связанные с сохранением истории нашего региона. Визит министра культуры Владимира Мединского начался с осмотра Успенского собора Рязанского Кремля. Здесь в сопровождении губернатора Олега Ковалева и митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина он осмотрел внутреннее помещение храма и знаменитый на всю Россию иконостас. Далее делегация переместилась в театр на Соборной, где у стендов обсудили проекты строительства сразу двух музейных комплексов. Первый – это возведение на улице Соборной прямо перед зданием Центробанка музейного центра для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Сюда, по мнению авторов-разработчиков, должна полностью переехать вся экспозиция, а в обширных хранилищах должны разместиться те тысячи экспонатов, которые собирали за время работы музейщики разных поколений. И еще Владимиру Мединскому продемонстрировали план развития музея-заповедника в селе Константиново. На родине Сергея Есенина предусмотрено в первую очередь восстановление ранее утраченных построек. Вновь появятся трактир, торговые лавки, оранжереи и беседки. Все в антураже вековой давности. Министр поинтересовался, когда приступит к стадии реализации, на что получил ответ о завершении проектных изысканий уже в ноябре. Владимир Мединский пообещал перенести музей из Рязанского Кремля в новое здание на улицу Соборную к 2018 году. И также министр отметил, что новое здание музея сделает улицу Соборную архитектурно более интересной. А непосредственно начальник Владимира Мединского, премьер-министр России Дмитрий Медведев, подписал постановление, меняющее правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Отныне самоподготовка больше не допускается, а учеба в автошколах станет обязательной. Пожалуй, это и есть основной пункт тех изменений в правилах дорожного движения, которые 5 ноября вступили в силу. С 5 ноября в силу вступили новые правила получения водительских прав. Основным изменением считается недопущение к экзаменам в ГИБДД тех товарищей, которые не прошли обучение в автошколе. Самостоятельная подготовка отныне не котируется. Министерством внутренних дел разрабатывается административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, в котором уже будет более подробно, я думаю, написан весь процесс приема как теоретических экзаменов, так и практических экзаменов. Зато теперь сдать на права и получить удостоверение на руки можно в том подразделении ГИБДД, в котором вам удобно. Место регистрации, если, конечно, вы являетесь гражданином России, значения теперь не имеет. Проведение экзаменов у лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, выдача им российских национальных водительских удостоверений, международных водительских удостоверений, а также обмен иностранных водительских удостоверений, осуществляется по месту обращения граждан, то есть вне зависимости, где граждане зарегистрированы. Значит, проведение экзаменов у лиц, временно прибывающих или временно зарегистрированных на территории Российской Федерации, выдача национальных водительских удостоверений, Также о выдаче международных водительских уставлений, обмен иностранных водительских уставлений осуществляется подразделение госавтоинспекции в пределах субъекта Российской Федерации, в которых данные граждане зарегистрированы или временно проживают. Также изменились сроки пересдачи экзаменов. Теперь, если кандидат-водитель, сдавший теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена в течение последующих шести месяцев, до данного момента было три месяца, оценка действовала теоретическая, кандидаты-водители, которые не сдали экзамен, хотя бы один из экзаменов, допускаются с третьей попытки, допускаются на пересдачу только по стечении 30 дней. До настоящего времени пересдавать могли через каждые семь дней. Следующий пункт особенно порадует будущих автомобилисток. Новые изменения включают в себя право сдавать экзамен на автомобилях с автоматической коробкой передачи. Сейчас появится отметка в водительском уставлении АТ. Что она означает? Это граждане, сдавшие экзамен на транспортных средств с автоматической трансмиссией. Им будет выдаваться водительское уставление с отметкой только с автоматической трансмиссией. То есть данные граждане уже не смогут управлять транспортным средством с механической коробкой передачи. Вопрос улучшения качества обучения молодых водителей сейчас стоит очень остро. И попустительство в этой сфере допускать нельзя. Главное, чтобы новые изменения принесли пользу и повысили уровень безопасности на российских дорогах. А еще на этой неделе отмечает 80-летний юбилей Академии Федеральной службы исполнения наказаний. Праздничная программа расписана на неделю вперед. Ну а первым радостным событием как для курсантов, так и для руководства ВУЗа стало открытие музея истории уголовно-исполнительной системы. В Академии ФСИН России состоялось открытие музея истории уголовно-исполнительной системы и собственно самой Академии. Радостное событие приурочено к 80-летнему юбилею ВУЗа. Мы гордимся тем, что событие это происходит в особо важный юбилейный день нашего учебного заведения. Несомненно, что кроме исторического значения, открытие музея послужит нравственным и патриотическим воспитанием молодых сотрудников и курсантов, популяризацией традиций и нравственно-отических основ службы уголовно-исполнительной системы. Именно сейчас в условиях реформирования важно преодолеть сложившиеся отчасти негативные стереотипы о работниках медитационных учреждений, да и всей системы в целом. По мнению руководителей Академии ФСИН, музей станет важным фактором повышения престижа и авторитета сотрудников уголовно-исполнительной системы. Но и само собой его открытие послужит хорошим трамплином в воспитании нравственности и патриотизма. Я не хочу, так скажем, умалять достоинство всех остальных вузов, но Академия Миржанского самая большая. Сегодня мы стараемся поднять, еще раз говорю, престиж работника ФСИНа и потихонечку нам это удается. Как известно, никто так не ценит и не соблюдает традиции, как люди в форме. Открытие музея, несомненно, поможет привить курсантам чувство гордости и уважения к избранной профессии и учебному заведению. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что будет во второй части итогового выпуска. Спайсом нет. Наркополицейские задержали группу, продававшую синтетические наркотики через интернет. Самый большой детский сад в Рязани. На улице Гагарина после реконструкции открылся 123-й детский сад. Искусство не знает границ. Актеры Рязанского театра драмы вернулись из Германии после гастролей. Продолжает программу обзор происшествий, случившихся на уходящей неделе. Несмотря на то, что эта рабочая неделя была короче на два дня, рязанским силовикам было не до отдыха. Сотрудники регионального следственного управления направили в суд дело о квартирных кражах. Злоумышленники орудовали в период с января по март 2013 года. За это время они успели вынести ценности из 10 квартир. Следователем установлено, что в указанное время злоумышленники в отсутствие хозяев проникали в квартиры, повреждая замки на входных дверях, и похищали денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные вещи. В настоящее время установлено, что ущерб от данных преступлений составил более миллиона рублей. Лицам предъявлено обвинение. Дело направлено в суд. Сюда зачем приехали? Здесь знаменитая поговорка о том, что вор не огонь, стены оставят как никогда актуально. Вечером 4 ноября в общежитии Рязанского медуниверситета произошел пожар. Возгорание началось в одной из комнат на третьем этаже девятиэтажного здания. При расследовании пожара установлено на сегодня уже, что на третьем этаже в жилом блоке производились огневые работы с использованием газовой горелки. Также в непосредственной близости от газовой горелки было расположено ведро с мастикой. Компоненты горючего материала попали на пламя горелки, в результате чего произошло возгорание. Причина пожара – нарушение правил противопожарного режима. При проведении одневых работ ущерб от пожара устанавливается. 76 человек личного состава и 28 единиц техники были задействованы для ликвидации огня. Спасатели эвакуировали около трех сотен студентов вуза. Напомним, буквально три месяца назад, непосредственно перед началом учебного года, в общежитии медуниверситета проводили масштабные учения МЧС. Вот и пригодились отработанные на месте навыки рязанским брандмейстерам. Еще одним громким делом стало раскрытие преступной организации, торговавшей синтетическими наркотиками через сеть интернет. Задержаны три участника преступной группы – граждане Украины 27 и 32 лет, а также 29-летние жители Республики Башкортостан. У них было изъято более трех килограмм смертельно опасного товара – так называемые «скорость» и «спайс». Применялась стандартная криминальная схема. В обязанности мужчин входило получение оптовых партий наркотиков, их расфасовка и организация тайников. В целях конспирации исключался прямой контакт с покупателями. Значит, места закладок сообщались оператору, который направлял к ним покупателей. После того, как они перечислили деньги на электронные счета, за свои услуги сбытчики получали зарплату. А почему ты решил заняться этим делом? Да, потому что денег не было и не мог найти работу. А тебе не приходило в голову, что вот этих наркотиков мог кто-нибудь отравиться или оправиться насмерть? Дети-школьники потребляют спайсы, соли. Да, конечно, приходило в голову. Но если вы это честно покажете, то никто никого не заставляет. То есть такая позиция, да? Да, не позиция даже, а... Каждый волен травить, сколько ему угодно и чем угодно, да? Ну, водку тоже так же все пьют. Праздничные дни в нашей стране воспринимаются не иначе, как повод. Выпить чего-нибудь алкогольного и сесть за руль в нетрезвом состоянии для многих автомобилистов нормальное дело. Посему сотрудники ГИБДД в праздники проводили рейды по выявлению такого рода нарушителей. Вот, например, 46-летний рязанец попал в руки правоохранителей лишь благодаря бдительности граждан. Мужчина уже не единожды лишался водительского удостоверения за пьяной покатушки. Какие вопросы? Где-то что-то я нахулиганил, что-то как-то. Ну, как-то есть свидетели, что вы двигались на транспортном средстве в нетрезвом виде. Подождите, а вы видели, где я везел на этом? Да подожди, на каком транспортном средстве я ездил? На вашем транспортном средстве. Сан, Ёмко. Вы же сказали, что это ваше транспортное средство. Да, это мое. Я не ездил на нем. Ну, как это не ездили? Вы сейчас стоите и обманываете просто. Я не ездил на транспортном средстве. Чепушило. В ходе рейдовых мероприятий за пять дней было выявлено 116 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 16 человек отказались от прохождения освидетельствования. Вот такой длинной оказалась эта короткая неделя для рязанских силовиков. А в областном управлении МЧС подвели итоги работы ведомства за 11 месяцев этого года. Вопросы поднимались самые разные. Были там и огонь, и вода. Вот полный отчет о работе рязанских спасателей. 5 ноября в Главном управлении МЧС России по Рязанской области состоялась пресс-конференция. Основной темой стал вопрос безопасности людей на воде. Несмотря на профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на воде, за период с начала октября и по сегодняшний день в регионе утонуло 7 человек. Ледовый покров на водоемах составляет не более 8 сантиметров, а в большинстве случаев он не превышает и трех. Конечно, такой лед не в состоянии выдержать человека. Многие люди не понимают этого, либо просто пренебрегают безопасностью и выходят на неокрепший лед. К сожалению, для семи человек это закончилось трагически. Также не осталось без внимания тема пала сухой травы. Несмотря на то, что на дворе далеко не жаркое лето, эта проблема по-прежнему остается актуальной. Только за прошедшие выходные и праздничные дни, за 4 дня, пожарные подразделения совершили более 120 выездов на тушение сухой травы. Проблемные выезды зарегистрированы в городе Рязани. Это вот всем вам известная пойма реки Ака и 18 районах области, такие как Путятинский, Пронский, Касимовский, Сапожковский и другие. Как отметили руководители ведомства, количество пожаров в регионе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%. Между тем, количество пострадавших и погибших в огне сократилось. Ну и еще одна социально важная информация со знаком «плюс» получена от областных и городских властей. На улице Гагарина открылся после полугодичной реконструкции 123-й детский сад. Сейчас уже сформированы дополнительные группы, а всего же детсад смогут посещать более 400 маленьких дошколят. В Рязани после реконструкции заработал детский сад номер 123 на улице Гагарина. Летом достроили третий этаж, что позволило открыть 5 новых групп на 140 человек, в том числе 2 группы для двухлеток. Общее число воспитанников увеличилось до 420. Садик стал самым крупным в регионе. Сегодня детский сад посетил губернатор Олег Ковалев. Он осмотрел помещение. Во многих проходили занятия. Качеством ремонта Олег Ковалев остался доволен, отметив, что не имеет замечаний, которые обычно бывают при посещении детских садов. Олег Ковалев также отметил, что строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений, как в областном центре, так и в области, будет продолжено. Так, до конца года планируется завершить строительство новых детских садов на улице Братиславской, в рабочем поселке Сарая и Листвянке. Также городские власти планируют открыть несколько новых групп для детей двух лет в уже действующих детских садах областного центра. Мы работаем с федеральным центром, чтобы все-таки сохранили на 15-й год еще программу развития детских дошкольных учреждений. У нас есть ряд детских дошкольных учреждений, которые нуждаются в реконструкции, осовременивании. И мы должны еще построить несколько детских дошкольных учреждений с тем, чтобы создать, будем говорить, уже задел под будущее. С решением проблемы мест в детских садах, отметил Олег Ковалев, работа по совершенствованию социальной сферы не будет прекращена. Следующим этапом станет реконструкция школ, которые должны соответствовать современным требованиям образовательного процесса и строительствам сельских домов культуры. А маленькие немецкие ребята из города-побратима Рязани Мюнстера смогли увидеть детский спектакль «Волшебные сны Кузьмы», который привезли к ним актеры Рязанского театра драмы. Труппа из 12 человек дала несколько представлений и сейчас уже вернулась обратно домой. С актерами и режиссером повобщалась Оксана Тебенихина. Рязанский театр драмы вернулся с гастрольного тура из города Мюнстер. «Волшебные сны Кузьмы» – так назывался спектакль, с которым рязанские актеры выступили на немецкой сцене. Спектакль детский, рассчитан на детскую публику, но очень приглянулся нашим рязанским взрослым зрителям и пользовался большим успехом, что на выездных спектаклях, что и здесь. У нас в театре мы его начали играть, хотя изначально мы планировали его только для таких ближайших гастролей по нашей Рязанской области. В итоге вот так вот нежданно-негаданно он доехал до Мюнстера даже. И спектакль-то, в общем-то, о вечных проблемах. Он и понятен, наверное, за это и детям, и взрослым, потому что здесь проблематика каких-то зависти человеческой. Проблема того, что и сейчас это очень актуально, что человек всегда мечтает разбогатеть, забывая о том, что в его жизни еще много других ценностей, которые в итоге в этом спектакле, в финале, становятся понятно, что они намного важнее, нежели просто богатство и достаток. Мюнстерские дети, они не сильно отличаются от русских, потому что этот спектакль, он рассчитан на детей, и, соответственно, мы говорим языком понятным детям. Поэтому даже порой, когда они не понимают, что мы говорим, то есть, ну, в связи с разностью речи, да, но они все равно понимают по тому действию, которое происходит на сцене, по взаимоотношениям, по каким-то ноткам в речи, они все равно понимают, что мы имеем в виду, куда мы направляемся и как бы про что эта история в итоге получилась. В свете последних событий, происходящих на мировой политической арене, особенно интересно, как наших актеров приняли на сцене театральной. К нам на спектакли пришла делегация из города Мюнстер, которая приезжала в Рязань в рамках празднования 25-летия дружбы Рязани и города Мюнстера. Им так понравились наши спектакли, что они приняли решение пригласить Рязанский театр драмы к себе. Мы очень довольны полученным опытом, у нас завязались очень хорошие, дружеские, тесные отношения с театрами города Мюнстера, но то, что неожиданным, это однозначно в свете последних событий в политическом мире. Но я хочу сказать, что все-таки все трудности, они больше касаются высокой политики. Что касается простого обывателя, я могу сказать однозначно, что они очень тепло к нам относятся. Очень тепло. Мы не почувствовали абсолютно никаких проблем, никаких трудностей в общении. Более того, был очень теплый прием, очень радужный. И никаких вообще даже воспоминаний о том, что есть какие-то сложности в сфере политики. Так что для рязанских актеров драм-театра дверь европейской обители искусства открыты всегда. И это не может не радовать. Тем более, что совсем скоро наши трупы вновь отправятся в Германию покорять местного зрителя российскими постановками. В общем, высокое искусство не знает границ. И даже несмотря на санкции и запреты, культурный обмен между городами и странами продолжается. И напоследок, стало известно, что начальнику рязанской полиции Николаю Николаевичу Пелюгину присвоено звание генерал-майора. Мы от всей души поздравляем главного правоохранителя нашего региона. И желаем ему и дальше на своем посту также усиленно следить за соблюдением правопорядка. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин